Жила-была маленькая капелька, жила она на тучке, и как все капельки, очень-очень хотела поскорее вырасти, стать взрослой и самостоятельной, прыгнуть, стремглав из тучки, в новую, полную приключений жизнь на земле. А пока капелька росла, она жила с мудрой бабушкой, которая уже не раз побывала на земле и возвращалась на тучку. Каждый раз это новая тучка, но какая увлекательная жизнь была у нее! Бабушка очень любила капельку, окружала ее заботой и всегда говорила, какая она замечательная, чудесная и неповторимая девочка, чистая, а потому часто принимает все, что ей скажут, на свой счет. Она-то знала, что капелька может встретить ворчунов и обидчиков, но они такие не потому что плохие, просто у них не было такой любящей бабушки, и их не научили любить себя и мир вокруг. Бабушка учила капельку быть внимательной и открытой, рассматривать и видеть чудеса вокруг, радоваться им и делиться своими чудесами, но никогда не позволять другим усомниться в себе. Так, например, капельку кто-то может на земле ругать, что она мокрая и принесла грусть. Тогда неопытная капелька расстроится и действительно станет грустной, ее жизнь станет печальной, и она будет делиться этой печалью со всеми, кого встретит. А это неправильно. Лучше улыбнуться, и тогда на тебя может попасть лучик солнца, и ты засияешь всеми цветами радуги, заискришься, и кого-то удивишь таким чудом. Кто-то пройдет мимо, кто-то будет ворчать, но не принимай это в свое сердце. Улыбайся и будь добра, и обязательно твое тепло и любовь будет замечено. Следом пробежит ребенок и весело ногами в резиновых сапогах похлюпает по луже. Он поймает твою любовь и поделится своей. А потом ты можешь попасть на травинку, которая очень хотела пить, и ты ей придашь сил вырастись сильной и здоровой, а любовь и радость будут бежать по ее стебелькам, и ты станешь ее частью. Какой разной может быть жизнь на земле? Можно стать частью водопада, реки, а можно сразу попасть на дерево и дать ему свои силы, любви. Или стать глотком воды для животного. Бабушка рассказывала, что на земле почти все состоит из воды, и даже в человеке есть вода. Весь секрет в том, что если кто-то будет сердиться возле капельки и говорить плохие слова, то она это все примет на себя и передаст следующему. И тогда плохого и грустного будет все больше, и оно будет передаваться и расширяться. Важно помнить об этом, быть добрым, смотреть на все вокруг с любовью и интересом, говорить хорошие слова и хранить их в сердце. Тогда они будут передаваться другим по всей земле. От капельки до речки, травинки, дерева, птички, человека. Капелька уснула, и ей приснились чудесные радужные сны, где она попала на землю, познакомилась с многими обитателями ее. Она улыбалась, ей улыбались, и она кружилась, веселилась и смотрела на проплывающие тучки. Где-то там ее ждет любимая бабушка, которой она расскажет о своих приключениях. Субтитры создавал DimaTorzok